Футболка – десятки лет из самых популярных предметов мужской одежды. Ее истоки начинаются от нательных маек. Но с помощью актеров, как Марлон Брандо и Джеймс Дин, футболки мгновенно перешли в разряд настоящей классики. И хотя сейчас это распространенный предмет одежды, множество мужчин совершают большие ошибки при ношении футболок, что никуда не годится. В сегодняшнем видео я поделюсь с вами секретами, как носить футболки правильно. Первый совет – обратите внимание на ситуацию. Определенно важно, где и когда вы появляетесь в футболке. Не надевайте ее, когда случай требует рубашки или костюма. Приберегите футболку для повседневной жизни. Запомните, не важно, как вы носите футболку, она всегда будет предметом повседневного гардероба. Второй совет – определите свое телосложение. Вам нужна правильная форма тела, чтобы шикарно смотреться в футболке. Футболка не каждому может польстить. Поэтому убедитесь, что у вас подходящее тело, чтобы надеть ее. Если вы большой мужчина с парой лишних килограммов в области живота, вам стоит быть аккуратным с ношением футболок. Футболки не должны скрывать лишний вес, иначе она не сможет выделить ваши плечи и грудь, да и вообще силуэт. Если вы худой парень с тонкими руками, футболки зачастую только подчеркнут худобу ваших рук. Футболки сами по себе лучше всего смотрятся на мужчинах в подтянутой форме, и она подчеркивает весь труд, который вы вложили в свое тело. Не переживайте, если у вас большое или худое тело. К концу этого видео я дам вам советы, как вы можете носить футболки с другими вещами и выглядеть отлично. Третий совет – подберите размер. То, как на вас сидит одежда, самое главное. Убедитесь, что футболка подходит по размеру и не натягивается на груди и талии. Убедитесь в том, что шов на плече на своем месте. Нельзя, чтобы он был слишком низко или задирался на шею. Какая идеальная длина рукавов? Это зависит от вашего телосложения. В общем, мне нравится, когда одна треть бицепса закрыта. Если рукав футболки закрывает больше половины вашего бицепса, то рукава слишком длинные. Также вам нужно проследить за тем, чтобы ширина рукавов была близка к вашим рукам. Они должны быть слегка шире вашего бицепса. Если слишком много места, выглядит непрежно. Если слишком тесно, то будет препятствовать кровоснабжению ваших пушек. Длина самой футболки – несколько сантиметров ниже ремня, чтобы вы могли поднять руки, при этом не оголяя живот. И избегайте покупок слишком длинных футболок. Если она ниже вашей промежности, то становится похожей на платье. Не имеет большого смысла относить футболку к партному. С работой своей он справится, но проще найти бренд, который подходит вашему телосложению. Совет профессионала. Нужно ли заправлять футболку? Это извечный вопрос. Мне лично нравится носить футболку на выпуск. Однако, если я надену что-то сверху, в таком случае ее нужно заправить. Четвертый совет. Выберите подходящий вид футболки для вас. Футболка с V-образным вырезом – идеальный выбор для большинства мужчин. Почему? Вырез придает вам более мужественный вид, потому что подчеркивает область груди. Если у вас худощавое телосложение, вам лучше выбрать вырез-лодочку. Также вы сможете встретить еще два вида вырезов. Глубокий V-образный и глубокая декольте. Как по мне, они принадлежат к меру нижнего белья. Их не стоит носить соло. Что касается карманов, я предпочитаю футболки без карманов. Я считаю, что так вы выглядите более изящно и опрятно. Но если вы хотите добавить объема в области груди, маленький кармашек поможет. Пятый совет. Выберите правильную ткань для вашей футболки. Футболки обычно делают из хлопка или смеси хлопка и полиэстера. Оба варианта хороши, но убедитесь, что оба типа ткани не слишком тонкие. Если ткань супертонкая или легкая, то, скорее всего, ее надевают подо что-то. Поймите, что такие футболки – часть нижнего белья. Господа, тут большое разнообразие специальных тканей, из которых может быть сделана футболка. Сюда входит бамбук, лен, а также некоторые тянущиеся ткани. Я хочу, чтобы вы прочитали статью по ссылке в описании к видео для большей информации. В общем, я рекомендую избегать синтетических тканей в одежде, которые вы носите каждый день. Потому что они немного поблескивают, что придает им слишком несерьезный вид. Большинство этих футболок имеют прекрасные свойства – влагоустойчивость, устойчивость к запахам, но это одежда для тренировок в зале. Шестой совет. Выберите правильный цвет. Белый, черный, темно-синий, серый – прекрасные цвета для футболок. Причина, по которой мне нравятся нейтральные и темные цвета в футболках, в том, что они подходят большому диапазону оттенков лиц. Если вы хотите поэкспериментировать с яркими цветами, то это вполне допустимо, но убедитесь, что цвет вам подойдет. И избегайте футболки с рисунками. Эти принты способны убить любой стиль. Теперь обсудим несколько нарядов. Первый лук – повседневный летний стиль. В этом наряде сочетается серая футболка с парой синих бриджей. И добавим топсайдеры с носками-следками, с приятными повседневными часами и парой очков вайфареров. Это отличный, удобный повседневный наряд и гораздо круче, чем спортивные шорты с кроссовками. Второй наряд – суровая классика. Придержимся олдскула. Белая футболка с парой черных джинсов. Добавим суровые кожаные ботинки, часы-хронографы и сверху пара очков авиаторов. Накиньте кожаную куртку сверху, чтобы закончить образ крутого парня. Третий наряд – безопречный и повседневный. Этот лук выходит за границы. Я объединил повседневность и формальность. Начнем с черной футболки с V-образным вырезом. Далее – пара угольно-серых шерстяных штанов. Наденем пару темных брок и минималистические часы. Если у вас большое или худощавое телосложение, вы можете добавить спортивный пиджак. Таким образом, вы получите более мужественный вид. Этот образ идеален для ночи в городе, где вам нужно выглядеть с иголочки. Но также повседневно. Господа, следуйте этим советам, и вы будете мужчиной, который лучше всех одевается, даже в футболке. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения. Я часто выкладываю эксклюзивные предложения, и только так вы можете получить преимущество, чтобы успеть воспользоваться ими. Субтитры создавал DimaTorzok